Куда Есенина унес аэроплан? Ладно, хочется свалить отсюда, конечно, как можно скорее. А куда, куда сбежать? В Камбоджу, блин, сбежать! Ну так, что сказать? Такое ощущение, что еще хиппи ездили на этих автобусах, посмотрите. Вот так вот выглядят все, без исключения девочки. Американские, канадские и т.д. и т.п. Вот девочка слева, ей на роллет 18. Какое Калиппо? Какая Паттайя, ребят? Ну, в полтора, чуть ли не в два раза цены выше здесь. Такой вот у нас завтрак, не знаю. А какой у вас был самый незабываемый завтрак? Вот, мы сейчас на острове Пипидон, это остров Пипелей. Попробовое briefing! ну дошли мы до места вот он хип хи long beach resort здесь и басик есть вот он и такие домики очень надеюсь их не переделали во что-то современное хотя похоже что переделали они нам может сейчас будут стоить дороже сейчас буду узнавать короче сделали реновацию 1300 бат стоит комната мы рассчитывали на 600 700 блин это в два раза больше да я не знаю что делать еще может быть даже комнат нет да здесь переделали потому что она вообще было из бамбука все такое убитенько сейчас она чуть более менее убитенько чем было мы жили где-то вот здесь выходили прямо к морю купаться вот такой знаете карлина бугас затока только на тайский манер ну что же вы можете получить за 1300 но уже кондер вы можете получить это уже плюс что мы с вентилятором жили умирали от жиры водичка есть и такая почти балийская ванная комната не знаю конечно 1300 такое надо думать сейчас будет короче нет вариантов больше за 24 есть хостел но вы понимаете хостел такой же две кровати друг на дружке люди живут вместе с тобой а здесь 34 по-моему 35 так 37 6 обманывая но с бассейном и вроде завтраки есть блин без завтрака завтрак не включен надо еще 400 доплачивать но возьмем может быть без завтрака будем ходить на 7-11 но вообще для особых такие для особо пронырливых скажу чтобы пошли только что туда где завтраки идут и там вообще люди набирают сколько хотят никто не следит но мы просто хотели купить водички оказалось что там и бесплатно можно взять и кофе и т.д. и т.п. но мы наглеть не стали так что вот так вот все сегодня буду вести стрим без вариантов мы так вылетаем со своего бюджета если я думал 20 долларов за ночь а здесь 40 и мы две ночи снимаем то есть вместо 40 при этом все 80 долларов придется заплатить вот так что знаете вот тот самый стрим где будет может волны слышны и будет черный квадрат это вот стрим здесь сегодня такое восьмое ну вот 8 числа скорее всего максимум 9 я проведу здесь стрим и те люди которые скинут деньги которые скинут донаты нам знайте вы помогли нам вот здесь вот переночевать две ночи и мы вам очень благодарны спасибо вам огромное за то что донатили за то что кидали деньги как бы вклад небольшой но все равно очень-очень приятный номер за 37 долларов на райском пипи вот так вот он выглядит что сюда входит сам номер получается такая вот терраса ну понятно там вайфай на территории 200 можно гривен доплатить еще завтрак будет входить и сколько это шагов получается до до песочка шагов 30 его на пляже плюс еще бассейн входит на самом деле я смотрел видео вот она не передает этой яркости вам ярко да но она в жизни еще ярче это вода идеальная и все как я говорил очень здесь мало людей на этом пляже то есть по сути пляж абсолютно весь ваш узнал сколько стоит сплавать на этот остров из фильма с дикаприо полторы тысячи бат на двоих вот и две тысячи на четверых то есть по 500 если 4 человека вот нам бы найти еще кого-то но в принципе такая разница небольшая полторы тысячи полторы тысячи на двоих это сколько на данный момент 50 долларов короче еще 50 долларов или 40 40 долларов надо отдать чтобы туда сплавы сходить посмотрим вот у нас посмотрите какие котики обитают островные обратите внимание на хвостик это у них у всех здесь такая история у фарочки тоже должен был быть такой хвостик короткий но неплохо котейки живется тут есть и лухари сегмент но в основном на этом пляже лухури и есть сегмент кстати вот это вот это они не обманывают на шарк поинт вон видите в воде типа кораллы там обитают акулы и это прям я не знаю сколько здесь метров спокойно мне можно с маской завтра сплавать туда и посмотреть на акул белые акулы здесь обитают я видел фотографии подводные как минимум так что здесь так весело сплавать завтра или не надо а еще тут летают орлы так же как в гоа лухури сегмент здесь есть тоже какой видите красота можно в саду жить по сути да еще с таким морем я был бы не я себе не попытался что-то обнаружить такое необычное дикое заброшенное да я решил мы короче нашли на карте спутниковые что здесь есть маленький такой красивый пляжик вроде как через спутник видно но он на другой стороне и к нему вот ведет тропинка здесь вообще никто не ходит только местные обитают сейчас я хочу посмотреть что же это за пляж показалось мне или не показалось что он какой-то особенный то есть то что мы живем на лонг бич это уже типа такое ну место которое про который не все знают а тут мы возможно найдем сейчас прям какой-то вообще обалденный интересный пляж тропинка туда ведет сути по всему ну красавчик пляж тоже посмотрите здесь все очень красиво на этом хип-хи но здесь вообще туристов нет у них это или для местных пляж или что ковид конечно подубил туристическую отрасль и очень больно смотреть на это на все я уже вам рассказывал и и на боли кораллове лежат везде просто куда вымерла живет только чангу по сути убут и то но чангу нормально без трубу тоже ничего то что распиарено она хоть как-то еще держится здесь видите но тоже здесь был пляж на что-то кого-то привозили здесь к это было инфраструктура а сейчас здесь мертво плюс вот эти все домики для элиты они тоже все стоят пустыми пустые потому что никого нет то есть но люди люди есть как бы на пхип-хи но я уверен что раньше было в три в четыре раза их больше и я помню что здесь по моему был широтон там дети домики стоят то есть была какая-то крутая гостиница или она ушла во время к виду или что она теперь ее нет а а а а а а а а мы все как умалишенное сходили на тот пляж не можем остановиться снимать такс ну что это вот такой вид мы там где находится по сути вьюпоинт и вот заката не получится увидеть потому что солнышко туда уходит ну так будет оранжевое зарево наверное все равно будет красиво как я и говорил закат с той стороны за горы поэтому конечно так вот насладиться тайским закатом пока не получается в этом году вообще боли не порадовал закатами там было пару раз за два месяца ну таиланде прям закаты я помню очень красивая хотя она были были поинтереснее в свое время вот когда я увидел там еще эти вот облачка характерная которая над островом над островами обычно бывает а здесь просто вот так вот ровно и такой красивый оранжевый закат частенько бывает отливы здесь такие колоссальные что все лодки вот так вот остаются лежать на боку можно гулять по морскому дну спокойно когда мы шли искать гостиницу здесь была вода везде невозможно было пройти ну а теперь вот так вот можно себе погулять по морскому дну здесь такая бандитка у нас посмотрите и хвост целый у нее длинный как ты пи пи пийская кошечка гуляешь ищешь рыбу между камней моя девушка может тебе показать пойдем пойдем она покажет себе где искать рыбу огромные каменюки такие прикольные смотрите не знаю если вы сюда не приедете будете в таиланде не поедете на пьи пьи ну вы идиоты это однозначно я тоже скажу что я был идиот что я думал ехать сюда или нет естественно что мне этих денег никто не вернет по сути может стрим немного вот но да и там непонятно что будет в париже но тем не менее даже может на чем-то можно будет потом сэкономить лишь бы здесь побывать такой именно light такой кайф просто но опять же я буду сравнивать с той самой паттайи люди которые живут паттайи ну которые не были здесь они не видели настоящего таиланда это же просто мечта и вот у меня уже в голове такая мысль сформировалась что блин таиланд не так и плохо я берешь но вы помните мое мнение первоначально моли что лучше боли нет тут для беженца для человека который да он шифтер можно сказать нормальные условия вполне можете жить пангкоке месяц допустим да надоело вам среди небоскребов жить сели на самолет заранее купили билеты и здесь обалдеете на пхи-пхи не знаю ну и недорого в принципе особо и обалденно вот такое ощущение вот здесь ну неземное я подгорю я был здесь когда прошлый раз я понял для себя что это особенное место и сейчас я опять так же себя чувствую как и тогда хотя я уже после этого и на занзибаре побывал да там очень красивая природа море вот и на бали побывал где только не был в разных местах да на бали был на шри-ланке и в итоге я вернулся сюда я понимаю что здесь обалденно так что вот таиланд в плане еды в плане бангкока плане пхи-пхи он очень-очень крут хотя наверное конечно же все эти места сравнивать не особо правильно но я сравниваю исходя из бюджета вот среднего человека и вот ниже среднего скажем так с деньгами понятно вам везде бы хорошо даже на ужасном занзибаре кто-то на занзибаре поймет что это за место о чем я говорю а вот так вот среднее ниже среднего бали отличный вариант но вот он надоел может если мы здесь пожили два месяца он буду тоже на пусть надоело хотя вот если так чередовать то очень неплохо вы знаете мне кажется очень даже хорошо будет пытаясь пройти чтобы не замучить кроссовки так что так что вот так боли боли крутое место дома с едой там проблемы реальные для среднего человека вы будете есть только рис с курицей все просто сойдете с ума в таиланде вы уже нормально будете есть чередовать европейскую пищу хотите в местную еду как то так вот плане еды конечно уже таиланд выигрывает и видите еще тут у нас пхи-пхи подключился и пангкок очень неплохой с бассейном тренажерным залом вы можете жить как у себя дома по сути но в комфорте то есть за 350 долларов в одессе мирное время ничего не снимите нормально а здесь и бассейны и тренажеры вот а потом сели в самолеты уже здесь в раю красота мы сейчас идем хип хитаун будем искать или кафе или снова 7-eleven у меня были мысли за кафе но что там что-то хотела попробовать как это называется это известная паттай да паттай но я что-то это ел но не как трава какие-то потертые или орехи что там сверху они кладут нет отвратительно но людям нравится может надо привыкнуть еще вот так что если не 7-eleven как бы мы жили с другой стороны чтобы на моем месте сказал зимун фрейд как вы считаете вот эти самые танцовщицы блин я не знаю тут Алла Духова точно не прилагали не проложила свою руку и танцуют я но они танцуют позже меня позже меня никто танцевать в принципе не может такие буратины конечно эти девочки будешь смотрящий за пляжом ничего если легким движением руки шорты превращаются в брюки посмотрите реальный капуцин посмотрите какой